Приветствую тебя, мой случайный и не случайный зритель! Все, что ты узнаешь в этом ролике, несет исключительно информационный характер, а все данные, взятые из моего личного опыта, и не являются каким-то научным заключением. Приятного просмотра! Для начала хотел бы рассказать, почему же все-таки муравьи? Это один из самых увлекательных и удобных домашних питомцев. Первое. Им не нужно много места. Второе. Они в большинстве своем не пахнут. Третье. С ними не надо гулять, что важно. Четвертое. Они не требуют вашего постоянного внимания. Пятое. В случае отъезда куда-либо, на длительный срок, колонию можно оставить в автономном режиме на очень продолжительный срок. Кто-то говорил даже на год. Не уверен, но думаю, на пару месяцев точно. Шестое. Некоторые виды узнают и перестают бояться человека. Это не связано с приручением, скорее с отсутствием страха и уверенностью в своих силах, когда колония достаточно крупная. Седьмое. Каждый новый вид – это абсолютно новое домашнее животное. Более того, разные колонии одного и того же вида обладают индивидуальностью. И это именно индивидуальность, а не условия содержания. Восьмое. При правильном подходе они не требовательны к пище. И если сравнивать экономическую составляющую, на сумму содержания почти любого пушного зверька можно содержать больше 10 колоний муравьев. А если брать в расчет так привычных нам собак, кошек, попугайчиков, то не считая последних, опять же, зависит от вида, то, наверное, больше сотни колоний муравьев. И опять же, поправлюсь, в зависимости от вида. А видов их десятки тысяч. И это только открытых зарегистрировано. Ну и последний пункт. В сегодняшнем перечислении так-то можно назвать сотни плюсов. Их можно брать с собой при переездах даже временных. Ну то есть, сезонные переезды на дачу, переезды, связанные с работой и так далее. Транспортировка по сложности примерно сопоставима с транспортировкой любого пушного зверька или птицы. Основное это не сильно заморозить. Почему не сильно? Потому что, опять же, большинство видов переносят понижение температуры вполне сносно. А часть видов вообще требует зимовки или диапаузы. Временно жить при пониженных температурах. Вот первые девять пунктов, на мой взгляд, наиболее важных при выборе муравья в качестве домашнего питомца. Ну и в заключение я хотел бы сказать. У этого канала нет пока стиля. Нет каких-то рекламы, наверное, и не будет. Снимаю я для себя, в удовольствие, для друзей. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Сейчас на подходе еще есть несколько видео. Кроме муравьев я буду стараться снимать еще красивые виды, вставлять их в ролики. Ну, в общем, думаю, будет интересно. Поэтому... Ну, а если нет, значит нет. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в канал! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...